МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главные события минувшей недели. Что происходило и как это отразилось на жизни горожан. Здравствуйте. В эфире программа обозреватель в студии Яна Левина. И коротко о главных темах выпуска. Трудности преодолеем. Намеченные планы будем выполнять. На автовазе прошла ежегодная колодоговорная конференция. Ее открыл губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Поддержать региональную экономику в условиях кризиса губернатор Дмитрий Азаров провел большое совещание. Среди главных вопросов сдерживание цен на рынке продовольствия и социальная помощь. Время требует от нас дополнительного внимания к этим вопросам. В Тольятти готов принять и разместить граждан из Донецкой и Луганской народных республик. Связаны с этим поправки в городской бюджет, приняты на очередном заседании Городской думы. Считаем необходимым выразить благодарность и поддержку тем, кто оказывает гуманитарную помощь сегодня. Его имя золотыми буквами вписано в историю создания самого крупного автомобильного предприятия в стране. 3 марта первому генеральному директору автоваза Виктору Николаевичу Полякову исполнилось бы 107 лет. Конечно, мы вспоминаем его с особой теплотой, с благодарностью. Семья с большой буквы, 8 детей, 9-й на подходе, собака и 2 кота. Мы побывали у них в гостях. И день рождения театра «Колесо» имени Глеба Дроздова. Чем живет театр сегодня и кто продолжает дело его создателя? И все у нас образуется, все будет нормально. И начнем с новостей автоваза. Состоялась ежегодная конференция по итогам выполнения коллективного договора за прошлый год. В ее работе приняли участие руководители предприятия и представители профсоюзной организации автозавода. Конференцию открыл губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона отметил, что встреча в таком формате очень важная традиция и эффективная площадка. По словам губернатора, прошедший год был непростым, но ярким и насыщенным. На автовазе прошла ежегодная конференция работников предприятия. В ее работе приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, президент компании Николя Мор, вице-президент по персоналу и социальной политике Дмитрий Михаленко, председатель первичной профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев, глава городского округа Тольятти Николай Ренц, представители производств и подразделений завода. Открыл конференцию глава региона Дмитрий Азаров. В приветственном слове он отметил, что встреча в таком формате это эффективный инструмент диалога между администрацией предприятия, профсоюзом и трудовым коллективом. Автоваз — флагман российского автопрома. Здесь собран сильный и сплоченный коллектив. Именно бережное отношение к своим сотрудникам — залог успеха компании. И это понимают на автовазе. Сегодня предприятие остается самым надежным с точки зрения исполнения трудовых обязательств перед коллективом, подчеркнул губернатор. В период коронавирусных ограничений благодаря слаженной работе предприятия правительства области при прямой поддержке президента страны Владимира Путина удалось избежать длительных простоев, восстановить деятельность дилеров по всей сбытовой цепочке. И действенность этих мер была хорошо видна в 2021 году. Наблюдался рост производства, а также повышенный спрос на автомобили «Лада». Губернатор сообщил, что сегодня в непростых условиях ведется работа по поиску оптимальных решений для ритмичной работы предприятия и реализации планов в полном объеме. Ситуация, конечно, очень непростая была, остается. Но совместные усилия федерального правительства, руководство региона, руководство предприятия, мы пытаемся находить в самых сложных условиях оптимальное решение. Все возможное делается для ритмичных поставок комплектующих. Президент «АвтоВАЗа» Николай Мор отметил, что в непростых условиях повышенного давления и рисков, которые испытывает компания, первым приоритетом остается обеспечение ее работы, а именно получение комплектующих. Будет продолжена работа над безопасностью производства, качеством и новыми проектами. Главным для предприятия остается его персонал. Именно поэтому будет продолжена работа по выполнению пунктов коллективного договора в 2022 году. Я могу подтвердить, что есть бюджет на выплату премий к 1 мая, и он составляет 10 миллионов рублей. Мы продлим договор с профсоюзом до 2024 года, а ежегодной выплате каждому члену организации 7 тысяч рублей. Николай Мор выразил уверенность, что вместе получится преодолеть трудные времена. Сразу после конференции губернатор Дмитрий Азаров и глава города Николай Ренц возложили цветы к бюсту Виктора Полякова в холле завода управления. Наталья Лопатина, Владимир Никитин. Программа «Обозреватель». И в этот же день глава региона принял участие в специальном выпуске программы «Главная тема» в прямом эфире ГТРК «Самара». Он ответил на самые актуальные вопросы, которые волнуют людей сегодня в связи с событиями на Украине. Что будет со строительством школ и больниц? Сохранятся ли социальные обязательства властей перед жителями? Один из вопросов касался продовольственной безопасности. Говоря о работе торговых сетей, Дмитрий Азаров отметил, что проблем с поставками продовольствия не возникает. Сегодня экономика региона работает устойчиво. Но еще раз подчеркну, мы должны оценить те вызовы, с которыми мы столкнемся уже в ближайшие дни. Сегодня нет никаких проблем по работе наших торговых сетей. Более того, я могу вам сказать, что мы подписали со всеми торговыми сетями соглашение о регулировании предельной наценки на продовольственные товары. Вы знаете, что такое же соглашение подписано с федеральными торговыми сетями на уровне правительства Российской Федерации. Эти меры позволят избежать возможного спекулятивного роста цен. Еще один вопрос касался вынужденных переселенцев из Донбасса. Дмитрий Азаров отметил, что для гостей губернии созданы все условия, а также поблагодарил земляков за неравнодушие и патриотизм, и участие в судьбах людей, которые попали в очень сложную ситуацию. Мне трудно судить. Вот вы спросили, удалось ли создать условия по-настоящему домашние. Мне трудно судить. Это, наверное, могут оценить только сами люди, которые к нам приехали из Донецкой и Луганской народных республик. Спросите их об этом. Но мы постарались сделать все, чтобы окружить их заботой. Губернатор добавил, что регион приложил все усилия, чтобы вынужденные переселенцы чувствовали себя хорошо. Иван Шумелин, программа «Обозреватель». Как поддержать региональную экономику в условиях кризиса? Губернатор Дмитрий Азаров на минувшей неделе провел заседание с участием руководителей министерств и ведомств, глав городов, банковского сектора, а также представителей профсоюзных и бизнес-объединений. Глава региона отметил, что в последние годы было много сделано для того, чтобы экономика области развивалась динамично. Поддержка оказывалась системообразующим предприятиям. В этом перечне больше 200 организаций. Только в прошлом году в регионе открылись 25 новых производств. А всего, начиная с 2018 года, запущено 75 крупных инвестиционных проектов. Большая часть в производственной сфере. В национальном рейтинге инвестклимата регион поднялся 65-го на 8-е место. «Все это дало свои результаты. Мы фактически в 2021 году восстановили допандемийный уровень. Мы добились с вами того, что уровень безработицы в нашем регионе находится на рекордно низких показателях за весь постсоветский период. Все это благодаря тому, что инвестклимат создал условия нашей с вами работы. Создали условия по открытию новых производств, новых предприятий в различных сферах». Сегодня экономика региона, как и экономика всей страны, столкнулась с новыми вызовами. Это санкции Запада. Здесь чем нужны и новые решения. «Нам необходимо на данном этапе обсудить коррекцию наших стратегических планов. Мы это делали с вами и в период, когда наша экономика столкнулась с вызовами, связанными с ограничениями в связи с эпид-ситуацией. Сейчас мы должны посмотреть, как необходимо скорректировать нашу совместную работу для того, чтобы и потенциальные даже угрозы предусмотреть и сдемпфировать». Цены на рынке продовольствия – этот вопрос также регулярно обсуждается в правительстве. «Время требует от нас и дополнительного внимания к этим вопросам. Возможно, еще более жесткой позиции по контролю за продовольственными ценами, чтобы не допустить здесь спекуляций, потому что никаких других предпосылок для значительных колебаний в этот период по ценам продовольствия просто не существует». Еще один важный вопрос – поддержка социально незащищенных слоев населения. Губернатор поручил областному правительству провести индексацию десятка мер региональной поддержки на уровень инфляции свыше 8%. Будут приняты и другие дополнительные решения по поддержке жителей Самарской области, отметил губернатор. Дмитрий Азаров также добавил, что теперь заседания штаба по повышению устойчивости экономики Самарской области будут проходить чаще, чем обычно. Меры должны приниматься оперативно. На содержание переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик в Самарской области выделят 144 миллиона рублей. Эти средства будут направлены на организацию пунктов временного пребывания. Субсидию также получат взрослые с детьми, покинувшие территорию Украины и приехавшие в Самарскую область не ранее 18 февраля. Согласно постановлению правительства, один день пребывания вынужденных переселенцев в пункте временного размещения обходится бюджету региона в 1600 рублей на человека. В эту сумму входят также расходы на питание, товары первой необходимости и транспортные расходы. Напомним, что ДНР и ЛНР начали эвакуацию жителей в Россию 18 февраля. 25 февраля на железнодорожный вокзал в Тольятти прибыл первый такой поезд. Людей разместили на нескольких базах отдыха. Это Кенель, Черкасский санаторий, Колос, лагерь Космос-2, базы отдыха Дубки и Волжанка. Все они получат необходимую помощь от социальных и миграционных служб. К приему и размещению граждан из Донецкой и Луганской народных республик готов и Тольятти. Связанные с этим поправки в городской бюджет были приняты на очередном заседании Городской думы. Речь идет о 30 миллионах рублей. Именно на такую сумму увеличены средства резервного фонда администрации. Обсуждалась и экономическая ситуация в городе. Подробнее об этом и многом другом в нашем следующем материале. Перед началом заседания руководитель фракции «Единой России» Дмитрий Микель выступил с заявлением. Мы, безусловно, поддерживаем принятые нашим президентом решения, курс нашего государства. И, конечно, выражаем поддержку нашим вооруженным силам, солдатам, офицерам, которые сейчас выполняют свой воинский долг. Поэтому призываем все здравые силы нашего города, прежде всего, объединиться и поддержать все, безусловно, вынужденные, но необходимые действия главы нашего государства, нашего правительства, вооруженных сил. Считаем это очень важно на сегодняшний день. А также считаем необходимым выразить благодарность и поддержку тем, кто оказывает гуманитарную помощь сегодня на территории города Толятина, на территории Самарской области. Депутаты поддержали предложение городской администрации увеличить резервный фонд с 3 до 33 миллионов рублей. Средства предусмотрены на возможные расходы по приему переселенцев из Донецка и Луганска. Город готов разместить людей, обеспечить их предметами первой необходимости и помочь с трудоустройством. Если средства на эти цели не потребуются, их можно будет перераспределить. Депутаты задали представителям администрации вопрос о состоянии городской казны в части обслуживания муниципального долга. Напомним, что сейчас он составляет свыше 5 миллиардов рублей. Вероятно, что в ближайшее время, когда у нас будет законченный коммерческий кредит, нам придется переторговываться, как обычно, и уровень заимствования у нас будет повышен. Хотелось бы все-таки услышать, каким образом мы к этому моменту начинаем готовиться. Исходя из действующего кредитного портфеля, у нас есть средства, которые без привлечения дополнительных кредитов в сегодняшнем моменте мы сможем их погасить самостоятельно. Кроме того, в конце этой недели мы ожидаем кредит федерального казначейства в размере порядка 700 миллионов рублей. Город не может быть неподготовленным к любому развитию событий, подчеркнул глава Тольятти Николай Ренц. Разрабатываются различные варианты планирования, расходования бюджетных средств. Конечно, пока мы ничего не сокращаем. Более того, у нас, несмотря на повышение ключевой ставки Центробанком, у нас хорошие длинные кредитные договоры с банками под очень льготную и низкую ставку. Плюс нам поможет областной бюджет. Спасибо правительству Самарской области нам дадут на бюджетный кредит. До конца года 700 миллионов рублей под 1%. Это в целом делает финансовую систему города стабильной. Очень много будет зависеть от того, как будут работать наши промышленные предприятия. Я знаю, что на всех предприятиях администрация и руководство подготовило планы тех или иных действий. И всем, чтобы с минимальными ущербами и рисками пройти этот сложный период. Также в ходе заседания депутаты рассмотрели отчеты о реализации мероприятий в рамках национальных проектов, ситуацию с объектами незавершенного долевого строительства и ряд других вопросов. В том числе о строительстве важных социальных объектов – детского сада и школы. Новая школа в 20-м квартале Автозаводского района – это первая школа, которая строится в Тольятти за последние 20 лет. Она рассчитана на 1600 мест и должна стать не только самой большой, но и самой современной школой в Самарской области. Однако пока что объект готов всего на четверть. Сейчас на стройке работают порядка 60 человек. Чтобы ускорить процесс, с апреля генеральный подрядчик планирует увеличить количество строителей до 200-300. И если строительно-монтажные работы все же планируется завершить к концу этого года, то вот с водоотведением пока проблемы. Мы должны решить проблемы по подключению этой школы. Да, есть эти проблемы, мы их не скрываем, они есть. Касательно строймонтажа, закупки оборудования, могут быть проблемы в силу, опять же, инфляционных серьезных ожиданий. Но, тем не менее, мы полагаем, что это сделать. Более того, мы пытаемся удешевить подключение. И мы сейчас снимаем с других объектов на этом же тепловыводе объема гикокалорий с тем, чтобы сюда передать. Это минус 18-20 миллионов в затратах. Этим же надо заниматься. Нам тоже хочется, чтобы это было быстрее. Мы знаем, что дети учатся и в три смены. Мы очень хотим, чтобы школа была. Просто все пришли и сказали, классно, молодцы, Тольятти. Не выполнены пока в полной мере и мероприятия по строительству детского сада в 14-м А-квартале. Техническая готовность на 98% не подключена к системе водоотведения. Объект будет сдан во втором, в третьем квартале. Новый детский сад будет называться «Волшебный башмачок». Здесь уже завершена отделка, смонтировано оборудование, собрана мебель. В садике есть даже лифт, так что его смогут посещать и дети с особенностями развития. Детский сад рассчитан на 150 детей. Это 8 групп, 3 из них ясельные. 98% – это значит кровати заправлены. Чашечки, ложечки лежат. Все. Надеемся, что в первом полугодии это произойдет. Никаких препятствий, на наш взгляд, нет. Кроме... Кроме все того же подключения к сетям. К слову, действующее законодательство позволяет подрядчикам, владельцам сетей, проводить и подключать их в течение 18 месяцев с момента заключения договора. Заключили договор в апреле, а сдать его должны были в декабре. 8 месяцев, коллеги. За 8 месяцев мы его построили. И по нашему проекту деньги мы должны были освоить. А вот у сетевиков у них закон, который позволяет им это делать долго. Закон такой. Так что и жителям обоих кварталов остается набраться терпения. Делают долго, зато обещают сделать на совесть. Также депутаты обсудили мониторинг межнациональной и межкультурной ситуации в городе в минувшем году. В конфликтных ситуациях, я думаю, это основной момент, на который мы обращаем внимание, в городе Тольятти зафиксировано не было. Надеюсь, что и в 2022 году мы умелыми действиями сумеем сдержать и не допустить подобных, ну, каких-то таких ситуаций. Елена Сафрунова, Владимир Никитин, программа «Обозреватель». Правительство России запустило сайт «Объясняем.рф», чтобы информировать граждан по волнующим и самым актуальным в эти дни вопросам. Интернет-портал создан для противодействия слухам и фейкам. Здесь самая проверенная информация из первых рук. Вся она обновляется в режиме реального времени. На сайте уже можно найти ответы на вопросы, собранные из социальных сетей в каждом регионе страны. Они касаются финансовой стабильности, транспортного сообщения, работы учебных заведений и многого другого. Так, например, здесь можно узнать о том, что российские банки существенно до 20% повысили максимальную ставку по рублевым и валютным вкладам и депозитам. Это должно поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания. И теперь к другим темам. 3 марта день рождения Виктора Николаевича Полякова, первого генерального директора Волжского автозавода. 107-я годовщина. Имя Виктора Николаевича навечно вписано в историю нашего города. Почетный гражданин, гениальный руководитель, выдающаяся личность. Человек, который определил судьбу целого города. Имя Виктора Николаевича Полякова хорошо знает каждый тольяттинец. Он прославил наш город как автомобильную столицу. Похоронен Виктор Николаевич в Тольятти на Баныкинском кладбище, как и завещал сам. Сюда в день рождения первого генерального каждый год приходят его соратники. Конечно, мы вспоминаем его с особой теплотой, с благодарностью, потому что именно благодаря Виктору Николаевичу, благодаря его команде был построен крупнейший в мире Волжский автомобильный завод, который и сегодня флагман отечественного автопрома. Один из крупнейших в мире заводов по производству автомобилей полного цикла. Конечно, он понимал, что в Тольятти его будут помнить всегда. И поэтому попросил похоронить в Тольятти. И на самом деле это так. Здесь все его помнят, все любят, все уважают. Мы с ним построили завод, который всех переживет. Вот и все. Цветы были возложены к памятнику Виктору Николаевичу Полякову возле здания завода управления. Это был генеральный директор, который заложил, пожалуй, основу отношений с трудовым коллективом. Он всегда считал и прививал это своим подчиненным, что основой является не корпуса, не оборудование. Основой автоваза является коллектив. Вся жизнь прошла практически вот здесь. И мы его помним, любим, уважаем. Вы сегодня являетесь свидетелями этого отношения. И далее о других заметных событиях недели в нашем коротком обзоре. В Самарской области снимаются некоторые ограничения, связанные с коронавирусом. Заметно снизилась заболеваемость среди школьников. Детям разрешили участвовать в спортивных соревнованиях и посещать учреждения дополнительного образования при соблюдении всех санитарных требований. Снижается и общее количество госпитализаций. Свободный коечный фод в регионе составляет порядка 20%. При Зерве сейчас более 3000 коек. По словам медиков, большинство тяжелых и крайне тяжелых пациентов – это те, кто не сделал прививку. Также тольяттинцы теперь могут посещать учреждения без QR-кодов и справок о прививке либо перенесенном заболевании. В Тольятти завершили ремонт городской детской больницы. Теперь помещение адаптировано для маломобильных групп населения. Работы провели для улучшения территории и более комфортного пребывания. Организовали открытую регистратуру, гардероб, крытую площадку для колясок. Зоны ожидания оснастили новой мебелью, установили систему навигации и визуализации. Все это в рамках проекта по внедрению бережливого производства. В городе создают наиболее комфортные условия для пациентов и работников. По словам главного врача больницы Светланы Гаршиной, ежегодно здесь оказывают помощь более чем 10 тысячам детей Тольятти. В апреле отметит юбилей молодежный драматический театр Тольятти. Ему исполнится 30 лет. Поздравительным адресом городской думы за достижение в отрасли культуры и поддержку новых творческих проектов отмечен директор театра Владимир Кореной. Удивительный творческий коллектив, созданный Владимиром Кричевым. Удивительное качество и игры, и постановок. Прекрасная атмосфера в театре. И что очень важно, очень важно посмотреть, какой возрастной состав зрителей. Очень важно. Молодой. Восемь детей, девятый на подходе, собака и два кота. В Тольятти живет удивительная семья Гетто. Ребята здесь находятся на домашнем обучении, все разносторонне развитые и одаренные. Среди братьев и сестер художники, ювелиры, музыканты и спортсмены. В гостях у них побывала моя коллега Ия Гречман. Они крутят сальто, вращаются на руках, делают стойку на брусьях и бесконечно радуют своих родителей. Анна и Павел Гетто познакомились, когда были студентами и не думали, не гадали, что станут многодетными родителями. Очень часто задают вопрос, зачем так много детей. Скажу, что хочется ответить, ну а кто лишний? То есть это каждая из них – это личность. Дети, каждый, который приходит, они приходят со своей целью какой-то, со своим вектором. И это видно по ним. В них есть внутренние уже задатки, которые наша задача – развить их. Старший Алексей – художник. Вот это у меня сейчас в процессе работа. Это мама? Да, это мама у нас с Надей. Стены тоже расписаны мной. А еще Леша – спортсмен, проводник водных сплавов и часть коллектива «Алконост». Александра изучает народный вокал. Поет в двух взрослых ансамблях и перенимает у своего педагога преподавательский опыт. Кроме этого изучает ювелирное искусство. Вот мое первое кольцо, которое я сделала, это обручальное, я сделала родителям. Так получилось, что когда у нас не было денег, я училась на танцевальном, тогда давно было, и родители свои кольца обручальные отдали, чтобы купить мне костюм. И вот я выросла и сделала им вот обручальные кольца. Ярослав осваивает гончарное мастерство, занимается греблей и лыжным спортом. Всеволод и Святослав показывают успехи в спортивной гимнастике. Олеся, помимо этого, занимается балетом. Надя и Катя пока просто проказничают. Все дети музыканты, каждый играет на двух инструментах, все любят рисовать. Отец, которому пришлось стать мастером на все руки, все, что есть в доме, сделал он, даже собрал стол для рисования песком. Что интересно в детях, для нас как учителя в жизни, то, что, например, в детях видишь не только свои черты, но и черты каких-то своих родственников, которыми, например, ты раньше не мог найти общий язык или какой-то конфликт был, не знал, как его решить. А когда видишь это в своем ребенке, ты понимаешь, что тебе нужно преодолеть это препятствие. Анна и Павел говорят, что их главная задача – успеть помочь детям реализоваться. Выбранная в этом доме модель семейного обучения позволяет ребятам больше заниматься тем, что интересно. Все секции и кружки братья и сестры выбрали самостоятельно. Многие быстро решили, кем хотят стать во взрослой жизни и быстро привыкли ко взрослой ответственности. Младшие – это младшие, подрастающее поколение такое. Вот их надо воспитывать, помогать им, обучать, поддерживать обязательно. Леша еще учится на факультете живописи, но уже работает художником-постановщиком в театре. Александр помогает по хозяйству и ухаживает за младшими. Всегда мы говорили, что вот тесно, хочется расшириться, расшириться. Да, хочется расшириться. Но я сейчас начала понимать, что это хорошо, что мы живем в такой, ну даже маленькой квартирке, потому что мы все вместе, мы как бы друг друга знаем, чувствуем. И у нас даже уже какие-то есть способности развились семейные, ну, по типу чтения мыслей. Телепатия или просто силы любви. 16 марта этой семье исполнится 20 лет, а чуть позже появится девятый ребенок. И как бы тесно ни было, у него тоже будет свобода и возможности реализоваться гармонично. Игорь Гречман, Александр Туровский, программа «Обозреватель». 2 марта, день рождения театра «Колесо». В 88-м году театр был основан как государственный экспериментальный. Эксперимент заключался в том, что театр был первым контрактным в нашей стране. Идея принадлежала основателю театра, народному артисту РСФСР, лауреату государственной премии РСФСР Глебу Борисовичу Дроздову. Воплотить ее в жизнь помогла кафедра экономики Ленинградского государственного института театра и кино. Чем живет «Колесо» сегодня? Об этом материал у моей коллеги Натальи Корсковой. Возвращение на круги свои. Так можно определить 34-й год со дня рождения драматического театра «Колесо» имени Глеба Дроздова. В августе 2021 года перед началом нового творческого сезона сменилось руководство театра. Народная артистка России Наталья Степановна Дроздова возвратилась в родной театр в качестве художественного руководителя и, засучив рукава, приступила к работе. Началом результата стали сразу две премьеры «Шикарная свадьба» и «Мертвые души» в постановке Игоря Косилова. Еще один ученик Глеба Борисовича Дроздова, Вадим Романов, ныне главный режиссер Санкт-Петербургского театра студии «Апрель», ко дню города поставит спектакль «Татищев» «Сказание о звере-мамонте». Удивительно интересная пьеса. И удивительно много совпадений. Ладейное поле, где я возглавляю сейчас театр, это родина Балтийского флота. Там были Аланецкие верфи. А Аланецкие верфи основал Василий Татищев. Чума. Мистика. Вот, поэтому, мне кажется, должно все получиться. Дело создателей театра «Мастера и друга» продолжают его ученики, которые сегодня служат в родном театре и скоро отпразднуют личные юбилеи. Естественно, хотелось бы, чтобы можно было бы отметить бенефисным спектаклем. И хотелось бы, чтобы зрители пришли в театр на бенефис. Но это будет, скорее всего, в следующем сезоне, в октябре, потому что у меня в июле будет день рождения, юбилей. Поэтому я надеюсь, что все будет хорошо. Я ищу пьесу. Хочу, чтобы в моем бенефисном спектакле участвовали актеры, которые всегда меня поддерживали на сцене, и с которыми я выходил на эту сцену бок о бок. А особенно хочется, конечно, чтобы в этом спектакле участвовала моя однокурсица Елена Родионова, которую я люблю и обожаю, как партнерша, как человека. Это потрясающая актриса. И дай бог ей здоровья и просветания на многие годы. Радостные события в труппе тоже имеют место быть. Например, день в день рождения родного театра молодой актер Глеб Баканов стал папой. Мне вот буквально пару часов назад сообщили об этом. Поэтому я, скажем так, еще в полете. Я еще не понимаю, что произошло. Потом будем думать, наверное, да. Мама, по крайней мере, сказала, что это очень интересно, что в день рождения театра у меня родился сын. Сейчас в стадии подготовки мартовские премьеры «Мой Пушкин» и театр «Медеи». В главной роли заслуженная артистка России, народная артистка Самарской области Ольга Ивановна Самарцева. Я почему взялась за эту работу? Я еще такого не играла. И мне хотелось попробовать. Потому что это, ну как вам сказать, это даже особый жанр. Это особый стиль драматурга Клима, который сам является режиссером, драматургом, который очень много сделал для театра. И поэтому мне было интересно попробовать вот этот материал. Да, мы над ним работаем давно уже, как бы начали работать еще по осени. Ну, потом вот какие-то были свои неприятности, которые нас немножко отделяли. Вот сейчас мы на финишной прямой, скоро будет премьера, я всех приглашаю. Это интересно. Такого в театре у нас еще не было. В целом, прошедший год для театра ознаменовался значимыми переменами, поисками новых направлений работы. Впереди юбилейный сезон. Мы знаем, какое мы время тревожное живем, прямо неспокойное, тревожное. Главное, не паниковать, не опускать руки. Все будет хорошо, все будет нормально работать, повышать свой профессиональный уровень. Посвящайте себе профессии и служите. Служите, мы же не работаем здесь, мы служим в театре. Вот этим занимайтесь, читайте больше, думайте, анализируйте. Какой-то такой вот, займите себя такими мыслями. Потому что не впускайте в себя негатив. Плохое, тяжелое настроение, не надо его. Потому что земля, она и так уже бедная. Давайте ее как-то поддержим в нормальном, в позитиве. И тогда и это тревожное время быстро пройдет, и все у нас образуется, все будет нормально. Здоровья всем, конечно. Зрителям нашим дорогим и нашему коллективу дорогому здоровья. Наталья Корсакова, Евгений Черемин. Программа «Обозреватель». И на этом все. Спасибо, что смотрите «Обозреватель». Мы всегда держим вас в курсе главных событий. С вами была Яна Левина. Всего самого доброго и не болейте. Редактор субтитров А.Семкин